Шестеро чебоксарцев предстанут перед судом за организацию горного бизнеса. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Почуваши завершил расследование уголовного дела. По версии следствия, с лета 2011 года по июль 2013 обвиняемые в составе организованной группы незаконно организовали законспирированную сеть подпольных казино, состоящую из пяти точек, используя для этих целей не менее 22 игровых автоматов, 5 игральных столов, систему видеонаблюдения и другое оборудование. Этот незаконный бизнес позволил злоумышленникам извлечь доход в размере 8,5 миллионов рублей. Их деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Все игровое оборудование было изъято. Сейчас расследуется еще одно уголовное дело об организации горного бизнеса в Чебоксарах, Цивильском и Красночитайском районах. Уголовные дела возбуждены в том числе в отношении начальника отдела полиции номер 4 управления МВД по городу Чебоксары, а также в отношении бывшего на момент возбуждения сопредседателем Чувашского регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгения Борисова. Начальник отдела полиции подозревается в получении взятки в размере 15 тысяч рублей за покровительство незаконному игорному бизнесу на территории северо-западного района города Чебоксары. А Борисов, по версии следствия, является одним из организаторов незаконного игорного бизнеса как на территории города Чебоксары в пяти точках, так и на территории города Цивильска и села Красноармейского. В результате противоправной деятельности подозреваемых, организовавших этот незаконный игорный бизнес, следствие полагает, что ими был извлечен доход на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. Начальник отдела полиции и Евгений Борисов на основании решения суда в настоящее время находятся под стражей. Еще двое фигурантов помещены под домашний арест. В отношении еще двух фигурантов избраны меры пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей каждому. Еще двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с Управлением экономической безопасности и противодействии коррупции, а также отделом собственной безопасности МВД Почувашской республики.